Иначе... Мементу море! Моментально! В море! Ясно? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях... Знаешь, Серёга, сегодня у нас в гостях реально удивительная девушка. Несмотря на то, что она бронзовый призёр Олимпиады, чемпионка Европы по художественной гимнастике, она тот человек, от которого никогда не знаешь, чего ждать. Знаешь, я думаю, что самое главное, что она очень надёжна. У меня есть удивительные качества. Она умеет держать язык за зубами. Ты, кстати, об этом знаешь? Да, кстати. Один раз я на неё уже положилась. Когда надо было тайно выйти замуж и выбрать девушку, которая может держать язык за зубами, я как раз остановилась на Любе. На Черкашиной. На Черкашиной, да. Класс. Спасибо, ребят. Прям трогательно. Да, ну несмотря на то, что... На самом деле трогательно. Я не ожидала, что вы вот так тепло обо мне отзываетесь. Потому что с тобой мы вечно собачимся, но с Настей нормально. Поэтому как-то... Спасибо. Иногда кто-то будет считать, что я очень улыбчивая, спокойная по жизни, но есть такие ситуации, когда мне надо будет за себя побороться. То есть в этот момент я за свою реакцию, то, что я скажу, я даже могу не отвечать. То есть это идет уже какой-то прет нутро, и которое защищается. Я не знаю, почему это происходит, но так происходит. Часто бывает такое, что ты выходишь из себя? Нет, очень редко. Я очень много моментов съедаю. Очень много. Люба, ну я понял, что когда ты вот решила радикально поменять имидж, это был как раз тот случай, когда не смогла себе съесть. Ну, я вообще, если честно, не рассуждаю о том случае, потому что стригутся все абсолютно и меняют имидж тоже все, я не рассуждаю из области, как стали многие рассуждать о проблемах в личной жизни. Это была вообще основная тема, на которую все скидали, что точно что-то не то. Я думаю, ничего себе, это оказывается бедные, там сколько у нас миллиардов женщин на земле. Бедные женщины, у них у всех все-то не то. Они постоянно ходят в эти парикмахерскую, красятся, подстригаются. Думаю, и меня туда же записали. То есть я даже о таком не задумывалась. Вот у меня может стрельнуть в голову, и все. Вот я сидела на сборах в стайках, я поворачиваюсь и говорю Жуковой, Ин, подстригусь. Да ладно, Люк, ну шутишь. Я говорю, ты точно подстригусь. Приехала и через две недели подстриглась. Просто потому, что мне это требовалось. Может, потому что мне надо было отдохнуть или еще что-то, но это не было возможности в график так впихнуть свой отдых. И я подстриглась, и мне стало так хорошо и легко. И я никогда не ищу мастера. Я зашла в первую попавшуюся парикмахерскую, к первой попавшейся женщине. Она оказалась очень бойкой. Она меня подстригла и сказала, правильно, что ты мучилась с этой копной. Ну класс, мне такой человек и нужен. Просто ни для кого не секрет, если женщина столько кардинально меняет внешность, прическу, стиль какой-то, даже нет, не то, что стиль, вот именно прическу, то либо что-то происходит в жизни, либо она ждет перемен, может быть, даже на подсознательном таком уровне. Ты ждешь перемен. То есть вот такой мы тебе даем спасительный конец. Не, вы просто мне какие-то ответы даете. Сами уже поставили вопрос. И вот, пожалуйста, вот ответь так. Нам будет выгодно, если ты так ответишь, и мы дальше что-нибудь придумаем. Я прошла после Олимпиады два года. У меня ощущение, что у меня 20 лет прошло. У меня столько всего поменялось. Я вообще по стольким дорогам пошла, столько всего попробовала, что я сейчас говорю, слушайте, это я что, два года назад только закончила? Мне говорят, да. У меня ощущение, что у меня уже все, на пенсию пора. Или, может, это просто сейчас такая усталость накопилась. И это явно прическа не из-за перемен. Черкашина, сто пудов усталость. Обычно люди заканчивают карьеру, они где-то год, полтора, некоторые, в общем-то, и практически всю жизнь от этого отходят. То есть они долго ищут свое место в жизни. Такое чувство, что ты утром проснулась, как ты сама говоришь, да? Я, кстати, понимаю, зачем ты посыглась. Тебе, может, там, долго с волосами не возиться. Тебе просто не хватает времени. И ты сразу, как бы, ты уже записано было в 10, как говорится, кружков, секций, там тебе предложили 10 работ, и ты, как обычно, сразу ломанулась в эту дверь. Да, когда люди уходят из большого спорта, ну, они чувствуют некоторую потерянность. А у тебя все наоборот произошло. Кажется, наоборот, ты обрадовалась. Ну, это, в общем, я так вам объясню эту ситуацию, что, конечно, общая картинка, все мои действия, вся моя работа, для вас выглядит, что я сразу была в потоке, что все хорошо, что вот она работает, у нее нет никакого внутри о том, что она закончила. На самом деле, если посмотреть вовнутрь, там огромная пропасть после того, как ты заканчиваешь. И ты первый год, тебя прям трясет, когда ты видишь, как гимнастки выходят выступать. Ты понимаешь, что ты, в принципе, не так уж стар, ты мог побороться, но ты понимаешь, что ты не с той стороны, которая позволит занимать седьмые места, девятые места. Если ты уже был в призерах, если ты выигрывал эти соревнования, если ты продолжаешь, ты должен точно такие же результаты или выше показывать. И остаться просто того, что у меня имя и мои заслуги, и тянуть вниз, зачем? Я даже сейчас уже смотрю конкретно на многие вещи, как тренер. Я могу это уже объяснять языком, я могу это все рассказать, я могу все это по полочкам разложить. То есть первый год гимнастка делает элемент, и я говорю, ну давай я лучше встану, тебе покажу. Мне было очень сложно сесть и объяснить ей, как это. Хотя, ну не каждый на наглядном методе может повторить. Надо еще как-то объяснить какую-то технику. А я вот, а я это первый год не могла. Вот я вскакивала, и мне так надо было показать, и мне казалось легче. Сейчас, конечно, я могу сесть и сказать, вот это, вот это, вот это, вот здесь мне не нравится что-то с музыкой. То есть я уже научилась рассказывать про художественную гимнастику. Раньше я ее только могла делать. Ну ты научилась рассказывать, ты же, в общем-то, стала спортивным чиновником. Как для тебя был этот переход? Ну, это ты громко сказала за спортивным чиновником. Ну а что нет? Ты член исполком Международной федерации гимнастики. Это реально круто. Сколько у вас там таких бойцов? Ну, это круто, но очень тяжело. Сколько у вас там? Восемь человек. Восемь человек? Да. Все тетеньки такие. Ух. Да? Ты... Хорошая. Девушка, которую вчера они, собственно, судили. Ну, первое, я скажу так, первое, конечно, совещание было... Не, не тяжелое это слово, какое-то очень простое для этого. Даже не знаю. Убийственное? Ну, типа того. Я приехала, никого не зная. Во-первых, началось с того, что я вышла в Лозанне с поезда. Я не знаю, какая гостиница, куда мне идти. Это три часа ночи. Думаю, господи, вот послали мне приключения на жизнь. И каким-то тоже третьим, не знаю, чувством повернула и пошла. Я дошла до этой гостиницы. Мне успели прислать название гостиницы. Я подняла голову, я стою возле этой гостиницы. Зашла. Я пришла на первое совещание, села. Люди говорят на четырех языках. Я сижу, думаю, господи, там эти два слова по-русски, они вообще не спасали. То есть идет французское, итальянское, английское и немножко русского. Вот ты сидишь... Ну, а учитывая, что все родоначальники, как итальянцы, французы и англичане. Становится именно тяжело, потому что даже если я знаю английский, очень тяжело привыкать к французской речи, к итальянской, постоянно вот это переводить, понимать для себя. То есть в голове это идет процесс. Я не с английского сразу понимаю для себя, у меня еще с английского, я должна себе на русский сформировать эту фразу и потом, то есть замедленно. Первую ночь я просто лежала, у меня пинг-понг был в голове со всех языков. Первое совещание было жесткое. Я сидела, я просто врубалась в процесс, что происходит, потому что у меня там есть право голоса, то есть если меня что-то не устраивает, я могу встать и сказать, а вот это вот для гимнастики не очень круто. Но сейчас, конечно, хорошо. Я подтянула английский и итальянский более-менее понимаю, французский просто мне не нравится. Песни, да, французский язык нет, поэтому я не пытаюсь его понять. Но надо. А тебя там вообще, все-таки ты моложе, правильно, порядком, чем остальные? Ну, к моему удивлению очень уважительно относятся, прям очень. И тот вариант, когда даже если брать первое совещание, они ждали, пока я как-то косо-коряво могу что-то объяснить. И никто не смеялся, и все говорили, Люба, теперь ты должна сказать свое мнение. То есть это вплоть, что Бруно Гранди это говорил. Ну, это, конечно, как бальзам на душ, что понимаешь, что ты такой же член общества, как и они, ты с таким же правом голоса. И вот это, наверное, потом как-то не дало мне, что ли, рассыпаться, потому что я понимала, что я здесь новый человек, мне это все сложно. И проще всего было, ну нафиг это все. Но сейчас мне нравится, что я там. Мне нравится, что можно быть в курсе событий. Мне нравится, что наконец-то в Международной Федерации есть представитель Беларуси. И дай бог сейчас, конечно, я сейчас представляю себя как там спортсмен, да, я представляю спортсменов. Но, конечно, в будущем хотелось бы стать членом техкома. Конечно, это выше уровень, просто понятно, что начинать надо степ-бай-степ, шаг за шагом. А как реально ты там можешь помочь нашей Беларусской художественной геморгии на соревнованиях, что там, пришать, как, знаешь? Ну, это глупый вопрос, Серега. Не спорта субъективно. Почему? Глупый вопрос и некорректный по отношению ко мне сейчас. Потому что... Вопрос может быть и некорректный, но совсем не глуп. Что ты подразумеваешь, как я могу понять? Ну, потому что, смотри, художественная гимнастика вид спорта субъективный. Абсолютно. Все, что судят не только художественники, фигурное катание, очень много субъективных видов спорта. Да, безусловно. Все, что судят люди субъективно. Конечно. Секундомер не может оценить выразительность гимнастки. Чувство, которое ты испытываешь, глядя на нее, не может. Поэтому оно будет субъективно. Кому-то сегодня нравится Галкина, а завтра она кому-то не нравится. Понимаешь? От чего это зависит, Люба? Ну, от многих вещей. Если вы хотите, чтобы гимнастика стала объективной, ну, по крайней мере, у каждого человека, который судит гимнастику, должна проснуться совесть. Все мы в ладах совести. Сомневаюсь. Нет, мы можем сказать, да, 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 вот сегодня по чесноку без проблем. А дальше что? Почему мы не в ладах совести? Ну, здорово. Это не вопрос, но это можем общественно брать всех людей. Люба, ты же изучала, как ты считаешь, почему? Вот я вижу, она отлично, мне кажется, она в ладах. Я в ладах совести? Молодец. Нет, я просто хорошую картинку сейчас сделаю при плохой игре, конечно. Не, игра это тоже довольно-таки неплохо. Мне тоже нравится. Да, в общем-то, и прическа такая стильная, в общем-то, получилась. Ты думаешь, у меня совесть не солит, Серега? Еще как шалит. То есть, когда она... У меня тоже постоянно идет где-то бой с совестью, где-то понимание, все равно вот идут выступать наши гимнастки, и я на них смотрю более добро, нежели чем на всех остальных. Знаете, я сторонник того, что невозможно и возможно именно в спорте. И на моем веку, когда я соревновалась, у меня было три раза, когда невозможно и возможно. Именно было со мной. Но нельзя забывать, что Россия мощная, Россия прет, помимо каких-то там... У них есть и финансовое обеспечение, и у них все хорошо со спортивными школами, у них энное количество залов, у них лучшие центры, к ним приезжают со всего мира. Это нельзя забывать. Это тоже делает их конкретный фундамент для выступлений. Для меня, ну, как бы... Да, хорошо, мы и так показываем результат, но если мы показываем результат, надо дальше развиваться. И в этом надо дать должное Ирине Юрьевне Липарской, что она это делает. Она не сидит на месте, она хочет развиваться. И я каждый раз, думаю, ну, как можно, как можно, и думаю, ну, представьте, у нас Липарская без таких финансовых возможностей, как в России, делает почти то же самое. Мне кажется, у нее есть волевые качества. Ты вот сказал про Ирину Юрьевну, я смотрю и как-то даже так вот вижу. Вижу в тебе Ирину Юрьевну. Видишь, что мне еще учиться и учиться? Ну, я вижу какую-то, знаешь, такую непоколебимую уверенность в глазах. У меня? Да. Я самый неуверенный человек в мире. Ты можешь спросить у моей сестры. Она каждый раз говорит, Люба, как ты выступала, если ты каждый раз за все это переживаешь так. Это... Я опять говорю, может быть, я научилась держать лицо, может, спорт позволил мне. Это не то, что позволил, но учил меня, и слава богу, что я могу держаться на людях. Я могу выходить выступать. Я могу сейчас спокойно с тобой разговаривать, хотя понимаю, что меня снимает камера. И она меня жестко раздражает. Я понимаю, что там... Не то, что слово не воробей, но тут уже все записано вообще, и никуда оно не денется. Я стараюсь каждого человека любить. Я уважаю каждого человека, потому что мы пришли ни с чем, мы уйдем ни с чем. Понимаешь, ты можешь хорохориться, что ты там йоу-чиновник. Ты можешь хорохориться, что ты йоу-бизнесмен, но ты не знаешь, когда ты сыграешь в ящик. И я не знаю, и ты не знаешь. Это фиговая тема, но не очень люблю рассуждать. Я просто думаю, какое видео будем подбирать под это. Да, давай вернемся. От гимнастики от ящиков в гимнастики. Скажи, вот как можно поднять популярность художественной гимнастики у нас, чтобы на нее ходили, ну, по крайней мере, не как на футбол? На наш футбол белорусский. Ну, естественно. На наш футбол не ходят. А как на хоккей, к примеру? Ну, они очень долго к этому шли, чтобы народ пошел. Если вы берете сейчас хоккей, народ пошел. Он уже более-менее научился болеть. И приходишь, смотришь, и как-то радуешься за свою нацию. Все равно мы классная нация. Вот я проводила сейчас, мы общий проводили сбор, опять же, это комиссия атлетов, которая работала для того, чтобы поднять популярность художественной гимнастики в странах таких, как Боливия, Порто-Рико. И вот мы для этого делали сбор совместно с международным, ну, не с международным, с Олимпийским комитетом Америки. Мысль ушла. Прикинь. Сейчас, подожди. Не, вернись обратно. Не-не-не-не. Тогда присловие Америка у многих срабатывает. Америка. Я просто вспомнила, что с этих диеток все так хорошо. Нет, я все. Таких людей у нас выбирают. Мысль вернулась. Так вот, слушайте, проводили мы вот этот сбор все вместе, все здорово. И они сказали очень замечательную вещь про белорусов. Говорят, вы такая замечательная нация, Люма. Я говорю, в смысле? Да вам везде хорошо. И я словила себя на мысли, что нам с любой нацией хорошо. И в любом месте. И в любом месте. Наш менталитет это огромный плюс для нас. У меня есть какое-то вот, если можно образиться в администрацию президента или куда-то еще, можно ли такого человека в общем, как-то устроить туда в депутаты, потому что она говорит такие вещи, это очень близко на национальной идее. То есть я когда послушаю наших депутатов, мне кажется, господи, о чем они? А она вот вроде мысли теряет, но говорит как-то правильное. И глядя ей голубые глаза, глаза-то голубые. Я мысль потеряла, потому что вспомнила, какие дети смешные там. У меня уже сразу этот лес, этот зал, эти дети, которые корявые вот так вот поднимают ноги, руки, и ты пытаешься им развернуть и думаешь, господи, ты сейчас тратишь, перелетел океан, тратишь свое время. Авось поможет. Авось, правда, в Боливии будут в гимнастике на чемпионате мира выступать. И у меня просто эта мысль ушла туда, и я потом, пока вернулась, вспомнила Минск-Арену, народ, и мысль ушла. Я же говорю, память короткая. Ну, ты вот говоришь, дети, дети, а я считаю, что, в общем-то, ваша художественная гимнастика должна популяризовать вы сами. Я попросил дать фотографии. Ну, 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 интересно, интересно. Ничего интересного, но. Ты не узнаешь нашего, нашего любимого? А это Леситкаченко, конечно, узнаю. В любой позе. Какая прелесть. В любой позе. Ну, ты знаешь, вот фотосессия была в одном из глянцевых белорусских журналов с участием. Вообще, мне кажется, замечательно. Только я не понимаю, можно мне сказать? Я вот в данный момент не понимаю приход черкаши на эту программу и фотографии Леси Ткаченко для популяризации чего? Художественной гимнастики. Ну, это вообще абсурд. Но ты считаешь, что она не... Смотри, какие позы. Ну, разве это нормальный человек так сможет делать? Нет, я считаю, что она не популяризирует этим художественную гимнастику. А что она делает этим? Она, ну, популяризирует сама себя, свое красивое тело. Может быть, в будущем там... Не, что в будущем? Она и так моделью была. Может, ей там кто-то предложит белье прорекламировать. Может, кто-то без белья поможет и предложит прорекламировать. Это не вопрос, но это не популяризация художественной гимнастики. Потому что у нас очень молодой вид спорта, и вы об этом забываете. Вы пихаете, вы пишете, вам думаете, это классно. Это все плохо. Потому что у нас дети занимаются. У нас уже 18 лет половина заканчивают. И что, вот на этом примере смотреть и учить детей класс, занимайся гимнастикой, а потом у тебя такое будет? Да бред. Пускай пиорятся в ночных клубах, пожалуйста. Только не надо... А разве плохо, когда девушка становится... Ты понимаешь, что ее гимнастика привела к тому, что ей позволили раздеться и быть в этом журнале? Я же тебе об этом говорю, Люба. Так при чем здесь популяризация эта? Меня это просто очень сильно раздражает. И вот эта фотосессия... Ничего не имею против Леси Ткаченко, только не надо вот это приравнивать к популяризации художественной гимнастики. Есть масса моментов, как мы можем ее популяризировать. Например? Например, проводить всякие мастер-классы, проводятся этапы Кубка мира, в следующем году у нас чемпионат Европы. У нас каждый год проводится бэби-кап. И чем это не популяризация? Понимаешь, это популяризация. Просто то, что все мы не умеем болеть и сопереживать за друг дружку, это да. Когда мы обсираем Капского после энного проигрыша, зачем? Когда мы недовольны вечно Динамом, зачем? У нас поехали фристаллисты, не так что-то сделали, уже плохо. А то, что там плеяда олимпийских чемпионов, все забыли. Домбрычева упал, а у них тоже проблема. Это разная популяризация. И вот это меня раздражает абсолютно. Можете вырезать эти фотографии нафиг. Пускай они их смотрят, где у них будет написано плюс 18. Алло, понимаешь, мы сейчас говорим об аудитории, потому что... Ну и хорошо. Если ты считаешь, что должны вашу как бы гимнастику смотреть дети там 5-7 лет, 11-13, Да, я считаю, потому что мы тоже воспитываем будущее поколения. И что? Мы не воспитываем, к нам не приходят в 18 лет. И когда мне тоже предложили сниматься такие фотосессии, я сказала нет. Меня спросили, почему? Я говорю, потому что на моем примере учатся дети. И я не хочу, зайдя в зал, чтобы они... А, а мы видели, Любовь Викторовна, у вас в трусах? Спасибо. У меня мозги на месте. Слушай, Любовь Викторовна, ну, мне кажется, практически все гимнастки, я не знаю, там, с Украины, из России, да, то есть... Это дело личное. Да, то есть практически всех мы уже видели в трусах, в общем-то, и без трусов, и как бы очень здорово, и на самом деле это очень большой плюс. Я с этим никогда не соглашусь. То есть никогда в жизни ты не снимешься в трусах? Я не соглашусь с такой популяризацией художественной гимнастики. И в трусах мне сниматься тоже незачем. Не будешь? Зачем? Вот за это, Люба, я тебя и люблю. За то, что ты не такая, То, что сейчас проще сняться голой, имеешь свое мнение, да. Молодец. И никого не заинтересовать в одежде очень смешно. Ну, ты знаешь, без одежды как-то заинтересовать проще, на самом деле. Ну, значит, такого же глупого ты заинтересовываешь. Люба, ну, мне кажется, это как бы суть в отношении, в общем-то, людей. Это не суть, это просто животные, синг. Ну, а что ж поделать, Люба? Через это все, собственно, вся жизнь устроена. Значит, спасибо моей маме, она меня правильно воспитала. Люба молодец, это у нее есть свое мнение. Притом, я не собираюсь вешать на себя орел святости, я знаю свои косяки, и многие мои друзья знают мои косяки, и я не святоша абсолютно, но вот это нет. Иначе мементу море. Моментально. В море. Ясно?